Музыка Умный дом и ферма, радиоуправляемые модели, все это название проектов. Мальчишки и девчонки на всероссийской профильной смене по информационным технологиям и техническим видам спорта во Всероссийском детском центре смена представляют свои идеи жюри. Основная цель это вовлечение ребят в информационные технологии, в технические виды спорта, познакомить их с какими-то нюансами работы, научить каким-то фишечкам, чему-то интересному. Дети с удовольствием хотят приезжать на смену каждый год. В течение смены ребята создавали проекты по нескольким направлениям. По разработке образовательных ресурсов, бизнес-проекты, социальные и по работе техники. В финале выступает 10 команд. За три минуты выступления сменовцам необходимо заинтересовать жюри своим проектом, доказать, что он актуален. Михаил Филиппов и Диана Заремба из Ставропольского края создали проект «Знания на высокой скорости». Наша цель это привлечь больше людей на работу в МТС и для работников повысить их квалификацию. Нам показалось, что это самое интересное, что мы можем предложить, потому что рынок на данный момент перегружен всякими курсами для школьников, для студентов и даже для дошкольников. Мы искали что-то новое и мы решили сделать то, что мы предлагали сегодня. То есть образовательная платформа для сотрудников компании и для тех, кто только хочет устроиться туда на работу. Эмиль Сагдеев из Уфы стал автором проекта «Ал-Инуан». Он представляет собой сервис для интеграции социальных сетей в одну сеть. По словам молодого человека, его проект является актуальным и у него нет конкурентов. Например, вы пользователь ВКонтакте и вы хотите, чтобы диалоги из ВКонтакта приходили к вам в Телеграм. Допустим, вам удобнее. С помощью нашего сервиса вы сможете реализовать эту функцию и общаться с друзьями из ВК в Телеграме. Это полностью моя идея, потому что мне неудобно пользоваться такой социальной сетью, как ВКонтакте, и поэтому я реализовал переадресацию сообщений из него в Телеграм. Авторы лучших проектов получат ценные подарки. Но главное, у ребят будет возможность на льготных условиях поступить в Национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики. Это один из престижнейших вузов в стране по информационным технологиям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова